Здравствуйте! Это канал Конспирито. Здесь мы будем слушать и обсуждать классическую музыку, чтобы она обращалась даже к самому непосвященному слушателю и радовала его. Сегодня мы обсуждаем запутанную и интересную историю центрального сборника Вивальдиевской композиторской карьеры. Публикацию из 12 инструментальных концертов, Кончерти Гросси, по названию L'Estro Harmonico. Итальянская фраза конспирит очень часто встречается в партитурах и означает с воодушевлением. Именно с ним мы сегодня и постараемся построить свой рассказ. Сегодня в центре нашего внимания жанр Кончерта Гроссо, то есть большой концерт. Это многочастная композиция, которая состоит из нескольких разделов, контрастно сопоставленных по темпу, то есть быстро-медленно-быстро или медленно-быстро-медленно-быстро, с солирующей группой и аккомпанирующим оркестром. И распространен этот жанр был в эпоху итальянского барокко. Вивальевский Кончерто Гроссо для двух скрипок и виолончели входит в цикл из его 12 концертов, пожалуй, самый прославленный его цикл после цикла из четырех концертов времена года. Цикл этот 711 года, и он называется L'Estro Harmonico. Это название сложно перевести на русский, поскольку это некая идея гениальности, полета воображения, свободного наития творческой фантазии. Буквальным переводом будет гармоническое вдохновение или гармоническая фантазия. Тетрадь из 12 концертов Гроссо, которые были изданы очень проницательным и очень деловым человеком по имени Этьен Роже, который занимался нотным изданием в Амстердаме. В 711 году, когда они вышли, для Вивальди они были с одной стороны возможностью посотрудничать с крупным издателем, с другой стороны выйти на рынок Северной Европы. Сказать, что L'Estro Harmonico было успешно, значит ничего не сказать, потому что после него последовало лондонское и парижское издания, и сам Роже передавал L'Estro Harmonico порядка 20 или даже больше раз, то есть вплоть до 1743 года. Все перечисленные сочинения происходили из педагогической практики Вивальди, которая относилась к институции под названием «Hospedale della Pietà». Это была одна из четырех организаций в Венеции, которые взяли на себя воспитание беспризорных детей за государственный счет. «Hospedale della Pietà» был, как известно, приютом для девочек подкидышей, которым Вивальди, принявший в юности духовный сан, соответственно, занимавшийся благотворительностью во славу Божию в этом доме презрения, преподавал музыку, из которых он сделал один из самых удивительных, прославленных и гремевших не только на всю Венецию, но и за ее пределами женских музыкальных ансамблей. Девочки, игравшие в ансамбль, Вивальди играли на инструментах, которые в те, изобиловавшие предрассудками времена, считались неженскими. Например, на органе, гобоях, виолончелях и фаготах. Женщины, которых традиционно не ассоциировали с инструментальной виртуозностью и владением этими инструментами, поражали публику тем, как прекрасно они играли. Этот сборник был очень хорошо известен в Европе, и в какой-то момент, когда Вивальди превратился в не более чем сноску в музыкальной энциклопедии, и слава его потускнела и потухла, Лестро Армонику продолжал переписываться, издаваться, комментироваться и транскрибироваться. В частности, человеком, который сделал самые прославленные аранжировки этого цикла, стал Иоганн Себастьян Бах. Он сделал 10 клавирных переложений вивальдийских концертов, из которых 6 были именно из этого третьего опуса. Это цикл из 12 концертов, которые специально задуманы в Вивальде так, чтобы поражать воображение инструментальным, тембровым и структурным разнообразием. Тут есть старинные концерты в духе великого Арканджело Каррелли, великого итальянского мастера, святого покровителя жанра концерта Гросса, а есть более современные, очень темпераментные, очень пылкие, очень оперные, которые задействуют гамму чувств и аффектов, которые скорее были связаны с музыкально-театральными жанрами, а не с инструментальными. Вероятнее всего, Вивальди рассчитывал на собственное исполнение, напоминаю, он был блистательным скрипачом, и концерты сгруппированы там не в хронологическом порядке, то есть не в той последовательности, в которой он их сочинял. Они представляют собой четырежды по три концерта, которые, и поэтому я сказала о структурной красоте этого цикла, сгруппированы следующим образом. Сначала сольный концерт, потом двойной, то есть для двух солистов, и потом четверной, где солистов становится четверо. Ткань этого опуса Вивальди очень нарядная, очень брыжущая, очень декорированная. Она изобилует разными украшениями, которыми можно играть очень пышно, а можно играть очень скромно. Дело в том, что записывались украшения не с помощью обычной записи текста от и до нотами, а с помощью системы специальных обозначений. Особенно это важно для медленной части нашего сегодняшнего концерта Сицилианы. Иногда ее играют с невероятно узорчатой, очень подробно выделанной мелизматикой, то есть украшениями. Но, в принципе, сам характер этой довольно скорбной, очень сдержанной Сицилианы скорее намекает на скромность в декорациях. Одиннадцатый концерт, предпоследний в этом цикле, двойной концерт для двух скрипок и виолончели, который вы услышите сегодня, оказался самым комментируемым в Лестеру Армонику. Его невероятно яркое театральное темпераментное начало, которое потом прерывается внезапно медленным разделом и результатом двух этих частей оказывается блистательная фуга, которую мы не ожидаем от итальянца Вивальди и скорее можем представить себе, что он здесь выступает в баховском амплуа, все это послужило его немеркнущей славе. Считалось, что Вивальди со своим легким нравом, некоторые комментаторы даже говорили, конечно, происходящим от изобилия ртути в его конституции, в его организме, не мог писать такое строгое контрапунктическое письмо, как мы слышим в быстром разделе первой части. Наверное, самый заметный звуковой элемент первого раздела – это чередование восходящих реплик у солирующих скрипок. Еще обращает на себя внимание имитация в нисходящих пассажах, похожая на очень любимый барочными итальянскими композиторами эффект эхо. Все это происходит под равномерную, аккомпанирующую пульсацию, которая сообщает этой музыке почти рок-н-ролльный драйв. Затем вступает в виолончель под ту же самую пульсацию, которая переходит к контину, играя довольно замысловатый для виолончелиста пассаж. Дальше раздел, который называется «Adagio spiccato et tutti». Тут означает «все», то есть если до этого у нас играли только отдельные солисты и контину, то теперь вступает весь оркестр. А spiccato – это штрих, то есть способ прикосновения смычка к струне на струнных инструментах, и он предполагает достаточно отрывистое, как бы подпрыгивающее движение, которое звучит довольно колко и довольно остро. Всегда по-разному, то есть говоря профессионально, разным штрихом играют это место. Мы можем послушать, как оно звучит в более обостренном варианте. И более лежачим, более плоским, утяжеленным смычком аккорды из-за этого будут звучать более массивно, мясистое, немножко иначе. После повторенных нот мы слышим длинные протянутые ноты, которые как бы останавливают музыкальное время. На них в протитуре стоят ферматы, это специальный знак, который означает остановку. Собственно, фермата по-итальянски значит остановка. И иногда в этом месте допустимы, если вы послушаете некоторые записи, импровизационные пассажи, какие-то небольшие речитативные импровизации, которые как бы украшают вот эту остановившуюся музыкальную фразу, этот остановившийся музыкальный момент. Субтитры создавал DimaTorzok Это и был небольшой второй раздел Адажио, который заканчивается как бы на вопросительной гармонии, повисающей в воздухе, как знак вопроса, доминантовой гармонии, которая вводит нас в третий раздел первой части, или, как можно считать, в большую третью часть. Это фуга, то есть полифоническая, то есть многоголосная форма, которая основана на том, что некая тема, некий емкий, внятный, запоминающийся музыкальный тезис проводится последовательно в одном голосе, в другом, в третьем. И далее в течение фуги тема то тут, то там проводится, возникая как бы как вспышка вот в этой многоголосной вязи одновременно звучащих голосов. Вначале в этой фуге тема проходит у басов. Это и есть тема нашей фуги, которую затем подхватывают альты. Обратите внимание, как одновременно со звучащей у альтов темой басы продолжают вести свой контрпунктический голос. Затем по той же логике как бы лесенкой вступают сначала вторые и затем первые скрипачи. Затем ту же самую тему мы слышим у солиды. Мастерство Вивальди и чудо этой части заключается в том, что контрпунктическое письмо, то есть многоголосное письмо, то есть такое, которое мы чаще ассоциируем с Германией, с Эганом Себастьяном Бахом, с музыкой для клавишных инструментов вроде клавесины или органа, инкорпорировано здесь в итальянский концертный стиль. Сама материя итальянского концерта при этом делается из чередования реплик тутти и соло. И от этого у нас ощущение более массивного и более прозрачного звучания. Субтитры создавал DimaTorzok Одним из любимых приемов голосоведения у барочных композиторов было обращение. Представьте, какой-то фрагмент музыкальной ткани, который записан на пятилинейном натоносце, снизу к нему поднесли зеркало, и вот он отразился в горизонтальной симметрии. И все нисходящие, сбегающие вниз по лестнице, как бы, пассажи превращаются в восходящие. Очень наглядно здесь в какой-то момент это происходит в партии виолончели. Далее некоторое время следует кусок на выдержанном басу. Это означает, что взятая в басовой партии нота остается без изменений некоторое время, давая слушателю ощущение как бы гармонической задержки, накапливания напряжения, которое должно разрешиться после того, как этот бас наконец изменится. То есть у нас есть чувство, как будто бы препятствия, как будто бы некой плотины, которая возникает и удерживает бурное гармоническое движение. Теперь посмотрите, как это препятствие сочетается с бурлящим, очень направленным движением голосов в остальных частях оркестра. Сейчас хорошо было слышно чередование футов. Форте и пиано, которое, опять же, имитирует эхо, что очень любили итальянские барочные авторы. Как бы перепады, тихо, громко, тихо, громко. Мы только что закончили этот кусок как будто бы в мажоре, в нашем субъективном слушателем ощущении есть чувство, что гармония как будто бы проясняется и светлеет, и эта минорная часть заканчивается на радостной ноте. Но это иллюзия. Эта иллюзия называется, это очень популярный в барокко-эффект, называется пикардийской терцией. И здесь этот мажор как бы мерцает, как бы мелькает и обещает нам это просветление, но Вивальди дописывает несколько тактов, все-таки заставляя часть завершиться в миноре. Вторая часть написана в танцевальном ритме, который слушатель может ассоциировать мысли в русле эстетики 19 века с мазуркой. Это ритм пам-папам-пам-папам-пам. Но в 18 веке и в более сдержанном движении пам-папам-пам этот ритм связан с танцем под названием сицилиана. Несмотря на то, что мы, говоря о сицилийском танце, представляем себе что-то очень знойное и жгучее, она написана невероятно пасторальной, очень сдержанной, очень интровертной. Сначала это прерывистое сицилианное дыхание мы слышим у всего оркестра, то есть Тути, и затем вступает скрипка соло. Во второй части мы слышим совсем другой склад, то есть совсем другую фактуру, устройство музыкальной ткани, чем было в первой части, которая была основана на контрапункте, то есть на параллельном проведении нескольких мелодических горизонталей. Здесь мелодическая горизонталь строго одна. Это солист, солистка в нашем случае. И внутри ее абсолютной гегемонии, ее абсолютного полновластия мы слышим, как ей очень тактично, но при этом постоянно присутствуя, очень ритмично аккомпанирует своим пульсом оркестр. Сольная скрипичная партия изобилует мелизматикой. Так правильно называть разнообразные украшения, небольшие звуковые события из более маленьких нот, которые окружают единую главную линию мелодии. Эти украшения записывались с помощью специальных сокращенных знаков и расшифровывание барочных украшений представляет собой целую большую, мудреную, интересную науку. Мы с вами можем посмотреть на два основных, простых и скромных вида украшений, которые здесь включаются в сольной партии. Это трели. Вообще в нотах написана мелодическая линия без трели. Посмотрите, насколько более голо и скромно это звучит. Трель – это протяженное треллирование, то есть протяженный эффект щебета, который делается с помощью двух пальцев. А если он краткий, то это называется мардентом. Давайте послушаем, как звучит без мардента и потом с ним. Это было с мардентом и без. Гораздо более скромно. В какой-то момент мы слышим, как главная тема возвращается. Это называется репризой. Есть исполнительская традиция, негласная, потому что в вивальдийской партитуре это не сказано, делать перед ней небольшое замедление, чтобы слушатель понял, что после какого-то предела все возвращается на круги своя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, наконец, финал. Важной, обращающей на себя внимание частью музыкального языка, которым он написан, является нисходящее движение из двух нот. Это был такой ходячий ворочный троп, то есть такая ходячая риторическая фигура, которая была связана со вздохом, схлипыванием, жалобой, ламентацией. По-итальянски это называется аподжатура. После жалующихся аподжатуру скрипки вступает в виолончель, выполняясь со своим бурным, виртуозным вступлением, практически ту же функцию, что было в первой части. Форма, в которой написана финал концерта, называется риторнель. Это чередование разделов тутти и соло, как мы обсуждали уже в первой части. Дальше замечательный кусок пианиссимо, что означает «очень тихо», который некоторым слушателям может напомнить очень похожим образом устроенную музыку из зимы. Особенно виртуозная, красивая, ставящая большие задачи перед скрипачом соло в конце, как бы на прощание длинный, сложный проход. И очень красивый, очень театральный эффект Вивальди приберегает для нас на самый конец, за полтора такта до конца, после того, как в течение долгого времени постепенно убирается громкость, резко вспыхивает сильный нюанс форты. Субтитры создавал DimaTorzok